Почему могут быть кровотечения, кровенистые выделения при эрозии шейки матки? Эрозия шейки матки это патология достаточно опасная и для женского здоровья, и для репродуктивной функции. В первый период развития эрозии шейки матки пациентка не ощущает дискомфорта, а так как характер заболевания скрытый, обращение по поводу эрозии шейки матки нередко возникает уже когда у нее появляются осложнения в виде кровяных выделений. К тому же длительно существующая эрозия инициирует злокачественное новокризование шейки матки, инициирует присоединение вторичной инфекции, так как нарушается эпителизация шейки матки, и эпители шейки матки не выполняют полноценно своих защитных функций. В группе риска заболевания это женщины репродуктивного возраста от 20 до 37 лет. В этом периоде жизни рекомендовано регулярно проходить профилактические осмотры у гинеколога. Причины появления кровяных выделений эрозии шейки матки – это травмы слизистой оболочки, это воспаление шейки матки, цервицит, это воспаление матки, эндометрия или метроэндометрия, это осложнение беременности, это онкологические процессы. Патологию замечают, когда из матки наблюдаются кровяные выделения при осмотре гинекологическом, при проведении заборе мозгов, при проведении ультразлокового исследования, при половых контактах или после них, при физических нагрузках, при достаточно высокой активности при занятиях спортом, во время воспаления органов малого таза. Во время спранцевания при лечении каких-либо заболеваний гинекологических, либо во время введения интравагинально-свечей. Патологию диагностируют, если есть дефектный эпителий, эрозия шейки матки, если есть дефектный эпителий или многослойный плоский покров, постепенно заменяется цилиндрическим. При дефектном эпителии развивается истинная эрозия шейки матки, которая склонна к кровотечениям, контактным кровотечениям. При замене многослойного плоского эпителия шейки матки, цилиндрическим, развивается эктопия, псевдоэрозия, которая при определенных условиях тоже склонна к кровотечениям. Причины эрозии шейки матки. Это хронические воспаления шейки матки, хронический эндосервицид, воспаление шейки матки и сервикального канала. Это травмы, повреждения кровеносных сосудов во время прерывания беременности, например, гипотического аппорта, либо во время лечебно-диагностического выскапливания. Это снижение иммунитета, дефект иммунитета. Это инфекционные заболевания, гормональные перестройки. Повреждения, вызванные химическим или механическими воздействиями. Это недостатки работы эндокринной системы, это вирус папиллома человека и другие инфекции. Кровотечение наблюдается не только при посещении гинеколога во время его осмотра, но и в повседневной жизни, так как ткани органа поражены. Может ли кровоточить шейка матки при заражении вирусом папиллома человека? Да, это возможно. При заражении вирусом папиллома человека кровотечение – это первый признак активности патологического процесса. Если не вылечить болезнь, в ближайшем будущем проявится дисплазия шейки матки, нередко переходящая в рак. Сначала дисплазия первой степени, потом в вторую, переходит в третью, а дальше уже идет рак шейки матки. И запущенную болезнь удается вылечить только хирургическим путем. Классические симптомы эрозии шейки матки, у которой отмечается кровотечение. Это кровенистые выделения из половых путей – первый симптом. И второй симптом – собственно дискомфортные, неприятные ощущения в огриме полового контакта. Что делать, если наблюдается кровотечение из половых путей независимо от месячных? Женщина должна точно знать, что делать. В первую очередь необходимо попасть на консультацию к врачу. Гинекологический осмотр позволит выявить патологию, поставить точный диагноз, провести дифференциальный диагноз после дополнительных методов исследования. И подобрать, естественно, схему терапии. Из дополнительных методов исследования используется кольпоскопия. Это основной метод диагностики эрозии шейки матки. Термин применяют к исследованию, проводимому специальным оптическим прибором. При процедуре пораженную поверхность могут обрабатывать химическими составами. Это совершенно безболезненная процедура. Но доктору, после обработки шейки матки раствором люболи или уксусной кислоты, доктору более точно, эта ситуация позволяет доктору более точно видеть все пораженные ткани. В ходе биопсии берется материал на цитологическое исследование. По показанию проводят биопсию пораженного участка. Для более точного диагноза, для установки более точного диагноза, иногда необходимо УЗИ органов малого таза, иногда необходимо метрогистеросальпингография. Дифференциальную диагностику проводят с лейкоплакией шейки матки, дисплазией шейки матки, раком шейки матки. После установки диагноза подбирается оптимальная схема терапии для каждой конкретной пациентки. Консервативное лечение лекарственными препаратами показано при малых размерах истинной эрозии у молодых нерожавших женщин. При отсутствии эффекта применяются другие методы терапии. Криодеструкция, электрокоабуляция, радиоволновая терапия, лазеротерапия. Наиболее эффективными считаются радиоволновая и лазерная терапия. Принципы лечения. После консультации и взятия анализов врач сформулирует точную схему лечения. Чтобы вылечить патологию и отвести риск ракового заболевания, женщина должна тщательно следовать разработанной стратегии. Если при диагностике выявили вирус папилломы человека, назначают противовирусную терапию, курс может длиться несколько месяцев. Помните, что передача вируса папилломы человека происходит половым путем, то есть лечение партнера обязательно. После завершения медикаментозного курса проводится дополнительное обследование, контрольные мазочки, после чего проводят лечение эрозии шейки матки. Если диагностик показала кальпит, цервицит, врач предложит курс классической терапии, начинающейся с устранения воспаления. Далее женщина регулярно проходит осмотр гинеколога, раздает мазки, пока результаты анализов совместной с информацией, полученные при кольпоскопии, не покажут, что инфекция побеждена. После этого приступают к лечению эрозии. Если анализы показали, что инфекции и воспаления нет, вирус папилломы в активной форме нет, вероятность злокачественных процессов плеска нулю после онкоцитологии, можно сразу приступить к прижиганию, к омуляции шейки матки. Подойдут все вышеперечисленные методы хирургического вмешательства, но оптимально радиоволновой метод и лазерная терапия. Если биопсия, кольпоскопия показали высокую вероятность рака, хирургическое вмешательство проводят незамедлительно. Субтитры подогнал «Симон»